Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о моральном авторитете и подотчетности. Еще один аспект домашней подотчетности – это сексуальная подотчетность. Почему я отношу сексуальную подотчетность к сфере домашней? Потому что это достаточно интимная тема, выносить которую за рамки семьи было бы не совсем правильно. Если у вас есть наставник, с которым у вас выстроены доверительные отношения, мы говорили как-то об этом, то сексуальная подотчетность будет являться одной из частей вашей общей подотчетности наставнику. Но большинства мужчин такого рода отношений с доставниками нет, и поэтому мы находимся в некой опасности. Вообще, наверное, любая сфера жизни, особенно когда мы говорим о скрытых темах, если она не находится в сфере подотчетности, то она является такой зоной риска, где могут появляться всевозможные заблуждения, извращения, нарушения и как результат грех. Чтобы этого не происходило, максимальное число жизненных сфер, они должны находиться под светом подотчетности. Перед кем нам, как мужчинам, быть подотчетными в наших сексуальных вопросах? Я думаю, что это наши жены. Мы должны делиться с ними нашими переживаниями, желаниями, опасениями и так далее, и так далее, и так далее. Когда мы совершаем какие-то действия, которые могут быть расценены как неправильные в сексуальном плане, то я думаю, что об этом стоит поговорить с нашими жеными. Очень трудно быть подотчетными в сексуальном плане нашим детям. Но это делать просто необходимо, потому что это очень важный воспитательный процесс. Когда мы открываемся нашим детям и говорим, что у нас есть определенные проблемы в этом, в этом, в этом, что с возрастом у нас появляются некие ограничения, да, или там возможности открываются, и нам трудно с ними справляться, когда наши дети видят, что, во-первых, мы открыты в этом, интимной этой области перед ними, и что мы, во-вторых, ищем их советы и одобрения, и, в-третьих, мы готовы меняться нам, мы не боимся, не стесняемся обращаться за помощью. Они будут, опять же, копировать это поведение, они будут понимать, что такого рода поведение является нормой. И если у вас найдется мужество, и вы сможете переступить через некоторые свои барьеры, неважно какого плана, и начнете быть подотчетными в вашей сексуальной жизни, ваши дети, во-первых, будут защищены в этой сфере, потому что они также в ответ будут открыты для вас. И вы сможете не просто учить их правильным вещам, но и быть тем советчикам, которым они доверяют.